И всем привет, ребят! С вами Сторваник, я сейчас записываю новый ролик. Если вам нравятся видеоролики разговорного формата, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунт, если установить ему личный тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и забывайте форму, которая есть в описании. Что касаемо сегодняшнего видеоролика, то сегодня у нас появился новый челлендж. Вы смотрите видеоролик уже 2 числа, соответственно у вас это уже второй день челленджа. И я бы хотел затронуть ту тему, которую я не затрагивал уже наверное где-то полгода, а до этого ежечелленджа, то есть 2 раза в месяц я записывал видос по поводу челленджа и говорил, что я жду в них, что я хочу видеть в них и что у нас есть по итогу. И сегодня я бы хотел вспомнить эту тему, возможно напомнить ореху о том, что должно быть в этом челлендже, какие призы мы ждем в этих челленджах и что мы имеем на сегодняшний день в этом челлендже. Напомним, что верхняя цепочка у нас забирается бесплатно, нижняя цепочка забирается за боевой пропуск. Боевой пропуск у нас стоит 700 танкоинов и за эти 700 танкоинов на сегодняшний момент времени у вас есть возможность получить эпические ключи, либо ультра ключи, кристаллы расходку и скин, который дается с 60 уровня. Ну и плюс здесь еще ключи получаются недельные. Без танкоинов недельные ключи. Ну и вот например в этом челлендже скин на магнум. В предыдущих челленджах были также самые обычные скины. И по сути ничего у нас не меняется. То есть меняется просто один скин и все. Больше ничего абсолютно не меняется. Я же хочу сказать то, что я до сих пор жду устройства. Я до сих пор жду какое-то разнообразие и интерес в виде челленджей. А не просто дефолт, который делается из челленджа в челлендж. А например добавление новых устройств. Даже вместо этого скина бы, если бы добавляли бы например новое устройство. То в этом был бы стимул, был бы интерес и был бы смысл игры набивания челленджа. Быстрее набивания челленджа. Потому что в свое время, когда только начинались у нас челленджи. Я вообще бил на двух, на трех аккаунтах челленджа. Потому что в этом был интерес, получение призов, получение устройств. А сейчас же это все превратилось в, ну просто набитие звезд ради того, чтобы получить какие-то минимальные наградики. Все. И все. Где меняется одно устройство, вернее не устройство, а скин. И есть ключи, с которых что тебе выпадет? Ну чаще всего просто какое-нибудь там фиолетовое свечение тебе упадет. Да, то есть в конце я имею ввиду 15 ключей ты откроешь, ну и в конце тебе фиолетка упадет. И все. Хотя изначально, когда добавлялись новые устройства, Аря говорил о том, что будут они в челленджах. Будут какие-то устройства в челленджах. Где я этого не вижу. От слова совсем. Поэтому хотелось бы напомнить этот момент. Хотелось бы увидеть этот момент. И хотелось бы увидеть разнообразие челленджей в 2024 году. Я уверен, что это сделать не сложно. Я уверен, что это сделать можно. И я уверен, что это сделать нужно. Чтобы и повысить интерес с точки зрения игроков. И полностью разнообразить, задинамить. И сделать качественный челлендж, который будет интересен всем. Для этого особо большого труда не надо. Нужно просто посмотреть на новые устройства на корпуса. И добавить одно устройство на каждый челлендж. Я считаю, что этого было вполне бы достаточно. Либо вместо скина. Либо скин плюс одно устройство. Устройств мега много. То есть на каждый корпус у нас есть безумно большое количество всяких разных устройств. И если просто брать по порядку, даже по порядку. И добавлять там условно, например, васпик на драйвер. Сегодня будет там васпик на драйвер. Через 15 дней у нас будет там хоппер на подрывник. Потом будет дальше там хорек какой-то. То есть потом там викинг какой-то. То есть вы представьте, сколько вообще есть устройств. И насколько это можно все дело реализовать. Ввести тот самый потенциал челленджа. Ввести тот интерес челленджа. И ввести это разнообразие челленджа. Потому что на сегодняшний момент времени, в моем понимании, разнообразие и интерес, ну он явно минимален. Ты просто покупаешь, когда проходишь челлендж, ради того, чтобы забрать какие-то ключи. И все. А если добавить сюда эти устройства, то в моем понимании, интерес станет совсем на другом уровне. И помимо ключей, которые я буду получать, я буду получать каждый раз какое-то новое устройство на корпусе. Да, оно может быть жестким. Оно может быть не таким жестким. Тут уже все зависит от того, какое именно это устройство. Но я уверен на 100%, что этот маленький пунктик сделает этот челлендж значительно интереснее. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с моей точкой зрения? Хотели бы вы видеть устройство в челленджах? Да? Если да, то обязательно поддержите данный видос лайком. Давайте постараемся собрать максимальную активность. Ну и пишите все свои мысли по этому поводу. Поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем.